Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Казачье образование, благоустройство территории и отопительный сезон. Расширенное заседание правительства по этим вопросам провел губернатор. Зимняя резина на машине обязательно, причем все покрышки одинаковые. Новый техрегламент Таможенного союза о безопасности. Два катера Великой Отечественной подняты со дна Дона. Их нашли на месте строительства Багаевского гидроузла. Материнский капитал будут оформлять быстрее. Вместо месяца с подачей заявления на это теперь отводится 15 дней. Владлена Бобровникова стала мамой и теперь сможет еще выше взлетать над площадкой. Дочку назвали Ария, что в переводе с итальянского воздух. Тысяча праздников к Новому году. 200 елей украсят Ростов до 1 декабря, гирлянды до 10, а гуляния начнутся 21. Неблагоприятные погодные условия остаются причиной ограничения движения на трассах в Ростовской области. По информации Донского МВД, сегодня было ограничено движение пассажирского транспорта на дорогах Семикаракорск, Мартыновка, Красноармейский, Головное, Красноармейский и Большая Мартыновка, Ростов-Волгодонск с нулевого по 200 километр, Котельниково-Песченокопская и Ростов-Ставрополь со 106 по 137 километр. На участке дороги Ростов-Ставрополь ограничения днем сняли. По информации Ростовского пригородного автовокзала, работают все межгородские маршруты, кроме Ростов и Волгодонск. Сегодня заметных осадков в Ростовской области не ожидается, а вот в четверг и пятницу снег пойдет снова и, возможно, сильный. Гидромедцентр предупреждает, из-за того, что температура воздуха будет балансировать около нуля от минус трех ночью до плюс пяти днем, мокрый снег опасен гололюдом. Неустойчивость погоды сохранится до конца недели. Она обусловлена столкновением северного антициклона с южным циклоном и влиянием атмосферного фронта. К понедельнику антициклон победит и осадки должны прекратиться. Итоги подготовки региона к отопительному сезону, развития казачьего образования и благоустройства территорий по программе формирования комфортной городской среды. Такие вопросы обсуждались сегодня на расширенном заседании правительства под руководством губернатора. 26 октября отопительный сезон на Дону начался в полном объеме. Тепло пришло во все соцучреждения и жилые дома. 18 городов и районов области получили 122 единицы новой коммунальной техники. Двум котельным в Сальском и Орловском районах и потенциально аварийному водоводу в Гукове особое внимание Минжекаха. Изношенный участок водопровода, там порядка 10 километров, имеют аварийности. Также не застрахованы от аварий. Держим данный вопрос на особом контроле. По трем территориям у нас, так сказать, на особом контроле. Риски, которые обозначены в период подготовки, в том числе и четыре территории, которые могут не получить паспорта готовности, это в том числе и ваша личная ответственность по контролю за ситуацией. Понятно. Понимаете, как и глав непосредственно. К 1 декабря заработает котельный номер 19, заверил Василий Голубева глава Каменска-Шахтинского. По поручению губернатора, все главы городов и районов должны в ближайшее время представить план прохождения отопительного сезона и подготовки к следующему. А сейчас особое внимание уборки снега на улицах и дорогах. Уважаемые главы, обращаю ваше внимание на период вхождения всех территорий в зиму, в том числе на дорогах. Сейчас это внимание должно быть предметом в течение суток неоднократно. Если возникают какие-то проблемы, ваши заместители, либо вы должны в эту ситуацию вмешиваться очень быстро. Также на заседании названы победители областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий. Поступила 71 заявка. Лучшими признаны 36 проектов. 20 из них парки, в том числе два в Ростове и два в Таганроге. На реализацию всех проектов потратят 1,275 млрд рублей. Часть расходов берут на себя предприниматели. Совокупно по всем заявкам бизнес готов вложить был в реализацию проектов благоустройства больше 300 млн. 6% примерно совокупно со всех заявок. И здесь примечательно, что мотивировать бизнес, договариваться с бизнесом и видимо большая социальная ответственность у бизнеса на селе. Всем 36 победителям конкурса губернатор вручил дипломы. Еще один вопрос на повестке – казачье образование. Губернатор поручил обеспечить автобусами все кадетские корпуса Дона в первой половине 2019 года. Мы туда посылаем наших детей, их уже тысячи, туда хотят приходить, родители становятся в очередь. Там много детей, которые без родителей, без трудных семей. Это и означает предмет отдельного внимания. И думаю, что каждый глава, там где есть кадетский корпус, должен регулярно туда приезжать, приходить и посмотреть, как там сегодня. Еще одно поручение Василия Голубева – до 1 мая провести мониторинг материально-технического обеспечения кадетских корпусов. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Имущественные налоги россияне должны заплатить до 3 декабря. Об этом сегодня на пресс-конференции напомнил руководитель Донского УФНС. Пока же налоги на имущество, транспорт и землю уплатили лишь 45% жителей Ростовской области. Цифра невысока, но выше прошлогоднего уровня на 17%. Тем, кто не расплатится с государством до 3 декабря, грозит пеня за каждый день просрочки. Ее размер – 1,03 ставки рефинансирования Центробанка. А дальше – принудительное взыскание через судебных приставов. У нас почти 90 тысяч приказов было направлено в мировые суды, где взыскивается сумма порядка под миллиард рублей через службу судебных приставов. В этом году расчет налога на имущество последний раз проводится по инвентаризационной стоимости. С 2019-го платить будем по стоимости кадастровой. При этом будет введен налоговый вычет на дома, квартиры и комнаты. Соответственно, 50, 20 и 10 метров из них налогом не облагаются. Все льготники свои преимущества сохранят. Зимой обязательно ездить на зимней резине. Причем нельзя, чтобы покрышки были разных моделей. Как раз к первому снегу вступили в силу изменения техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Снег и грязь раскатывают автомобилисты по дорогам Ростова. А те, кто затянули с переобувкой машины, простаивают в очередях на шиномонтаж. И поторопиться стоит. Новые правила коснулись двух категорий транспортных средств. Зимними шинами в зимний период исключительно транспортных средств категории М1 и Н1. Это легковые автомобили и грузовые автомобили полной массой не более 3,5 тонн. А также о недопущении установки на одну ось транспортного средства шин разных моделей. И неважно, совпадают характеристики шин или нет. Теперь закон запрещает ездить, если покрышки отличаются размерностью, конструкцией, рисунком протектора или сезонностью. Под этот запрет не попали только автобусы и грузовики тяжелее 3,5 тонн. А вот штрафы еще не прописаны в кодексе, хотя полицейские и не рекомендуют расслабляться. Что касается своевременной переобувки, специалисты советуют обращаться в автосервисы до наступления холодов. А зимой ездить на зимней резине обязательно. Это касается не только смены шин, но и подготовки автомобиля в целом. Необходимо проверять тормозную систему, подвеску, технические жидкости, аккумулятор, щетки стеклоочистителей, световые приборы. В наших краях популярностью пользуются фрикционные шины, в народе липучка. Это связано с теплой зимой. Гололед – явление все-таки редкое. А шипованные покрышки рассчитаны именно на него. В любом случае, говорят специалисты, выбора резины – всегда компромисс. В такую погоду, а точнее непогоду, ездить на летней резине все же не стоит. В ближайшие 2-3 дня обещают снег, а значит, неподготовленные автолюбители представляют на дорогах опасность. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Части двух катеров времен Великой Отечественной подняты со дна Дона на месте постройки Багаевского гидроузла. Участники совещания по вопросам постройки гидроузла хотели осмотреть находки, но первая Донская метель помешала перебраться на остров Арпачинский. Пришлось смотреть на катера через реку. Время, конечно, ничего не щадит. И оба военных судна удалось достать только по деталям. Можно рассмотреть четкие очертания носовых частей. Остальные составляющие корпуса различить сложно. Но когда представители компаний-подрядчика их доставали, было важно все внимательно проверить на наличие неразорвавшихся снарядов. И таковых удалось найти немало. Мы нашли всего здесь, с учетом суши, части земли, вот мы нашли 12 боеприпасов калибра 76 мм. Последний нашли один в акватории, буквально позавчера. И передали его полиции, военкомат. Группа разминированная сегодня должна эти боеприпасы забрать. Оказалось, оба найденных катера были изготовлены в 1938 году. На тот момент проект 11-25 был очень современным и оснащен по последнему слову техники. На корабле была установлена 76-мм пушка, пулемет ДТ в башне от танка Т-28 и несколько пулеметов «Максим». В 41-м они вошли в Азовскую военную флотилию, а затем в сформированный донской отряд речных кораблей. Ну а 27 июля 1942 года легли на дно у острова Арпачинский. Соответственно, моряки подорвали, утопили, чтобы они не достались противнику. Немцы так, понятно, наступали, да? Ну да, уже 42-й год немцы уже подходили сюда, поэтому, чтобы не оставить врагу, так сказать, катеров. Ну а по дону в здешних местах скоро пойдут совсем другие современные суда. Постройка Багаевского гидроузла позволит значительно повысить экономическую эффективность речных перевозок нашего региона. Те корабли, суда, которые перевозят сейчас в уголь, значит, серу, зерно и другие, значит, мы теряем в среднем по году около 2 миллионов тонн грузов. Значит, вот считайте, что это принесет для экономики Донского края, Ростовского области. Ну а катера-ветераны, которые являются собственностью Министерства обороны, скоро узнают свою дальнейшую судьбу. Их либо реставрируют, если это возможно, либо утилизируют. Иван Полехин, Николай Андреянов, Дон-24, Багаевский район. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты полка ЮВУ отработали действия на новейших машинах, выдающих дымовую завесу. Тактика специального учения прошла на полигоне в Волгоградской области. В полевых условиях специалисты РХБ защиты ставили площадные и линейные дымовые завесы машинами ТДА-2К и ТДА-3, поступившими в войска в этом году. Еще один пункт учений – радиационная, химическая и биологическая разведка для выявления безопасных маршрутов движения войск. При этом подразделения спецобработки провели дегазацию и дезактивацию техники. Отработали военные РХБ защиты и огнеметную стрельбу. Легко бронированные цели поражали из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» и огнеметов повышенной дальности. РПО-ПДМ. Смотрите дальше в выпуске. Материнский капитал будут оформлять быстрее. Вместо месяца с подачей заявления на это теперь отводится 15 дней. Владлена Бобровникова стала мамой и теперь сможет еще выше взлетать над площадкой. Дочку назвали «Ария», что в переводе с итальянского «воздух». Тысяча праздников к Новому году. 200 елей украсят Ростов до 1 декабря, гирлянды до 10, а гуляния начнутся 21. Есть ли у вас персональный компьютер и часто ли вы пользуетесь интернетом? На эти еще три десятка вопросов отвечают жители Ростовской области. Так проходит ежегодный опрос населения по использованию информтехнологий и телекоммуникационных сетей. В анкетировании участвуют люди всех возрастов от 15 лет. Здравствуйте, меня зовут Елена Ушкалова. Федеральная статистика. Мы обследование и опрос проводим населения. Сотрудников Ростов-Стата пускать не боятся, ведь каждого респондента заранее предупредили о приходе статистика листовкой. Для Татьяны этот опрос не первый. Месяц назад через сайт Госуслуг ответила на вопросы пробной всероссийской переписи населения. Сегодня анкетирование по использованию информационных технологий и телекоммуникационных сетей. И что важно, интервьюеры работают с планшетами. С помощью какого устройства осуществляется доступ к сети интернет у вас дома? Настольный, стационарный компьютер, мобильные компьютеры, ноутбук. Всего 33 вопроса об интернете, информационной безопасности, госуслугах и использовании гаджетов. Есть и общие – возраст, образование, занятость. Но главное – персональные данные конфиденциальны, а ответы используют только для обобщенной статистики по внедрению информатизации в регионе. Обследование, которое будет проходить в ноябре, оно будет проходить у нас в 16 городах и поселках городского типа и в 8 сельских поселениях. То есть, видите, достаточно серьезный охват. И люди, которые будут принимать участие, их количество превысит 1600 человек. Такие опросы проводятся уже шестой год. За это время людей, у кого дома есть персональный компьютер, стало больше. А 76% респондентов по стране имеют домашний доступ в интернет. Интернет, мне кажется, это необходимая вещь. Можно оплатить услуги, квитанции, одежду можно выписать через сайт. Все собранные данные передадут в Федеральную службу госстатистики. Прошлогоднее обследование, например, показало, что 66% дончан пользуются порталом госуслуг. Это один из лучших показателей на юге страны. Юлия Сурикова, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Оформлять сертификат на материнский капитал будут быстрее. Раньше на рассмотрение заявлений родителей выделялся месяц, а теперь всего 15 дней. Ввести такое изменение и сократить время позволяет развитие автоматизированной информационной системы пенсионного фонда. Ведь всю информацию территориальные органы запрашивают у других ведомств сами и оперативно получают в электронном виде. Двухнедельно это вполне достаточно, что уже проверено на практике. Сегодня вся эта информация предоставляется в электронном виде. И мы практически в большинстве случаев выносим в более короткие сроки, чем они установлены законодательно. А вот теперь внесены изменения и сроки законодательно установлены 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Материнский капитал остается одной из самых технологичных услуг пенсионного фонда. Подать заявление можно в территориальном управлении, а также в МФЦ и в электронном виде через личный кабинет на сайте фонда. На сегодня размер материнского капитала 453 тысячи рублей. При оформлении СНИЛСа можно наткнуться на мошенников, предупреждает Пенсионный фонд России. Случаи обмана в последнее время участились в интернете. Мошенники предлагают оформить СНИЛС и свидетельство обязательного пенсионного страхования, но за деньги. В то время как эта госуслуга по закону абсолютно бесплатна. ПФР напоминает, в любом отделении фонда страховое свидетельство со СНИЛСом оформляют сразу при обращении. И неважно, впервые или на обмен. Также это можно сделать в МФЦ и на сайте пенсионного фонда. Дубликат страхового свидетельства можно получить и в электронном виде. От пушечного броска Анны Сень снизу вверх просто без ума эксперты ЕГФ. Европейская гандбольная федерация признает гол нашей олимпийской чемпионки лучшим в туре второй раз подряд. Это мяч шведскому Севихофу. А вот и для сравнения взятие ворот Копенгагена недели раньше. Убойный полет по возрастающей траектории опередил даже чудо подкрутки и воздушки венгерских и датских девушек. Отметили наш клуб и в топ-5 вратарских спасений, но со знаком минус. Четвертое место занял вратарь Севихофа, отбивший броски Судаковой и Кузнецовой. Но победили все-таки мы, а потому завершаем нарезку снова лучшим голом тура в исполнении Анны Сень. Новость круче, чем победа в Лиге чемпионов. Владлена Бобровникова стала мамой. Гандбольный Ростов-Дон приводит подробности счастливого события. Олимпийская чемпионка родила дочку. Рост девочки ровно полметра, вес 2 килограмма 800 граммов. Назвали ее необычно – Ария. Но только на первый взгляд, ведь муж у Влада итальянеца по-итальянски Ария – воздух. Ну а вернувшись на гандбольную площадку, заметим, сегодня Ростов-Дон сыграет последний в этом году домашний матч чемпионата России. Во Дворце спорта принимаем одного из аутсайдеров – «Московский луч». Игру можно посмотреть на нашем телеканале начала трансляции в 20.30. Первый снег в этом году ранний, до Нового года еще полтора месяца, но график праздника в Ростове, заметим, из тысячи пунктов уже расписан. Весь город должен быть украшен до 10 декабря. Световые лучи будут расходиться от площадей, парков и центральных улиц к спальным микрорайонам. А 200 елей на городских улицах установят еще раньше – до 1 декабря. Торжественное открытие центральной елки у парка Горького запланировано на 5 часов вечера 26 декабря. Те, кто встречает Новый год не слишком бурно, уже в 11 утра 1 января стартуют от главной елки в городском новогоднем забеге. С багажом ночного оливье и шампанского придется преодолеть 4 километра по пешеходной части Пушкинской от парка Горького до Театрального проспекта. А 6 января уже от Театрального до парка Горького по Большой Садовой прошествуют Деды Морозы. Ну и, конечно же, свои утренники, новогодние программы и спектакли готовят школы и детсады, театры и ДК. Торжества начнутся 21 декабря и захватят Старый Новый год. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова